всем привет я влад и это очередные порции баек авто путешественника это статуэтка бога анубиса привезенного мной из египта анубис бог погребальных ритуалов и мумификации также он был проводником на суде осириса в царстве мертвых именно он сопровождал умершего к весам и лично убеждался перевешивать ли его сердце перышко на второй чаше весов и именно от того перевешивали сердце на весах перышко и решалась дальнейшая судьба умершего в царстве мертвых а вывод делайте сами дело было в эстонии во время моего небольшого путешествия по прибалтийским странам я какое-то время провел в таллине но провел его совершенно не так как я себе это планировал а дело в том что на подъезде к этому городу у меня случилось чп я почему-то по уже сейчас даже не вспомню почему почему-то поехал на очень старых покрышках а зачем ну как зачем это же в эту поездку по моему я планировал после поездки от них как раз избавиться но вот так получилось что при подъезде городу у меня рвется колесо причем рвется так что его невозможно восстановить самостоятельно прямо на дороге и мои планы резко поменялись я понял что я не смогу доехать до того места где я планировал ночевать чтобы посмотреть город я открыл airbnb и начал смотреть какое место из ближайших мне светит чтобы здесь за ночевать и чтобы как-то разобраться с машиной и на мою удачу там было совершенно просто невероятное размещение предлагалось проживание на настоящем корабле пришвартованном практически в центре города я подумал что эту возможность точно не нужно упускать и хоть и пробежался по отзывам там всякое писали кто-то ругался на какие-то ночные компании на то что кто-то ночью вдруг заносит какую-то аппаратуру на шум ногам но я чувствовал что здесь пахнет приключениями что там будет интересно я забронировал лодку это было небольшое по ему рыбацкое судно джука здесь я размещу фотографию вы сами помогите мне пожалуйста определить тип этого корабля которая была пришвартована я на то что на вечном приколе и сдавалась хозяином просто чтобы как-то сводить концы с концами чтобы пополнять свой бюджет небольшой денежкой там была одна каюта и именно ее он сдавал под проживание я забронировал связался с ним и выяснилось что капитана этого судна зовут андрус он русский эмигрант который какое-то время назад переехал жить в эстонию в момент моего разговора он находился в море он меня подробно расспросил что случилось где находится машина казалось не паниковать получать удовольствие от города и что он все решит к слову так все и произошло через буквально пару часов когда он дошел до берега он отправил ко мне эвакуатор этот эвакуатор отвез мне машину ближайший сервис с этим я сразу скажу у меня были проблемы потому что во первых колесо такое найти в эстонии ну крайне проблематично на больших внедорожниках там особенно не ездят ремонтировать там тоже не особо принято потому что в странах более-менее развитых покрышки не вулканизируют а у меня был разрез там довольно широкий поэтому ну не очень понятно что было делать но именно вот в этом сервисе андрус договорился что мне там сшили покрышку завулканизировали все сделали но самое главное он сказал так пока машина стоит твоя там вот те ключи от моей машины это был какой-то мини военный фольксваген по моему он полностью в твоем распоряжении катайся только паркуйся пожалуйста по правилам у нас с этим строго я конечно выдохнула в очередной раз поблагодарил того кто помогает мне сверху в моих путешествиях потому что вот такая вот неприятность обернулась для меня знакомством с классным мужичком с таким необычным размещением и я начал изучать таллинт более того самое интересное произошло дальше когда я заселился каюту андр сказал что у него есть еще одна яхта на который он возит туристов и если я хочу он может меня на следующий день взять с собой на остров на саар это большой остров финском заливе недалеко от таллина он туда возит туристов на экскурсию и он сказал про качество лодки покайфуешь на экскурсии денег с меня с тебя вообще никаких не надо будь как дома и забегу даже еще дальше это дело было 9 сентября от 10 сентября у меня был день рождения и вот уже полностью нового дня я встретил на этом корабле который забронировал через bnb и мне ребята накрыли классную поляну они в магазине купили вискарика они купили мне тортик и мы просидели чуть ли не до утра прыгали с лодки ныряя в воду отлично отпраздновал свой день рождения запомнила точно надолго и таким образом этот день рождения встал в мою копилку необычных празднований наряду с моим юбилеем который встретил в городе дака бангладеш наряду с празднованием моего дня рождения в симферополе когда я путешествовал по крыму и многих-многих-многих дней рождения которые встречал не дома на следующий день мы выдвинулись море посещение острова про это можно отдельный выпуск наверно снять дело в том что это остров дредноут он просто напичкан оборудованием крупнокалиберным времен первой мировой войны то есть на нем есть какое-то количество строений без бетона и железа которому же там порядка 100 лет цель которых была стрелять по кораблям которые входят в залив потому что сам остров стратегически важно расположен а на этом острове есть маяк на этом острове проживает буквально несколько семей но он очень живописный сам по себе и вот это ощущение шатания по острову на котором практически никого нету среди вот этих вот строений вековых абсолютно стимпанковских абсолютно необычных и странных слушая история андруса мой день рождения знаю что там занимается машины а я живу на корабле все случилось только потому что у меня подвело колесо такие моменты понимаешь что любая неприятность путешествие просто вот так вот превращается в калейдоскоп приятных и интересных эмоций новых знакомств и замечательных воспоминаний а случайный комментатор который правильно ответит на вопрос как называлась лодка на которой проживал эти несколько дней получится от меня вот такой вот замечательный наборчик для рукоделия это настоящие кораллы которые привез из самого юга индии ставь лайки подписывайся чтобы не пропустить еще больше интересных историй